Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семена на чемоданах. С вами я, Славян. Сегодня в этом выпуске мы с вами отправимся гулять по городу Датча. Кто не посмотрел предыдущий видеоролик, обязательно посмотрите. Я так классно сел на качелю, но вчера был дождь, и оно мокрое. И я прям просто вот в такое вот покрытие мокроты. Ну, капец. В общем, сегодня мы с вами отправляемся гулять по этому городу. Изучать, смотреть. Скажу сразу, что мы здесь будем гулять первый раз. Ничего толком не знаем, поэтому будем охать, ахать и наслаждаться вместе с вами. Я не буду затягивать. Ставьте лайки, пишите комментарии. Помните, что все самые важные ссылки есть в описании к этому видеоролику. Погнали. Как про дождик, про который я говорил. У нас прекрасный вид здесь на горы. Здесь у нас вид на дачу, на еще огромные-огромные горы. Здесь вон Радюшка. Здесь опять горы. Если вы не посмотрели предыдущий выпуск, то обязательно это сделайте, и будет ссылочка в описании. Вообще, посмотрите, как круто мы приехали в этот город, сколько вопросов мы закрыли, там все есть. Живем просто у подножия гор. Красота. Ровно две минуты на машине, и мы в самом центре. Ну, красота. А что-то все так пусто, никого нету. Не успели подъехать, нам налепили чек. Ха, правда, сколько стоит, не знаю. Ладно, тут сидит чувак, мы ее попозже спросим по цене. Настенка хочет себе купить футболку. Здесь цена футболки, посмотрите, всего лишь 50 лир. Видите, 55 футболочка. И, между прочим, H&M. Заодно проверим, как работает карта. Так, Настенка себе выбрала две футболки, поэтому мы сейчас берем карту и сейчас будем попробовать и рассчитываться. Футболок. Есть? Есть. О, круто. У нас прошла карта, и это очень хорошо. Видали? Ого. Слушайте, вообще красота. На 300 рублей купили футболочки, представляете? Это типа эльчик, я не знаю, беленькая. Ну, да я уже только отснял, да. Не, ну классного. Вот стрики, пижамы, не пижамы. Ну да. Крутяк. О, пижамки посоли. О, пописали. Картой расплатили. Вообще красота. Все, говорю, здесь можно просто оставаться жить. Смотри, это пижамы массой не будет. А, вот пижамки, видите, какие-то. О, 50 лир. Смотри, какие-то конишки по 100 лир. Ну, что только нету. Для берегишков. Зашли с мальчишками в оброловный магазин. Темка хочет что-то подкупить себе. По ценникам можете посмотреть на всякие приманки. По 75 лир. Мне кажется, он сейчас какой-то цены взять. Ну, вообще по 100. Я вот ему говорю, что нужно сначала изучить морскую рыбалку, чтобы понять, как это делается. Вот здесь есть вот такие приманочки на леске. Вот такой на борту что-то возьмем. А вот это, пап, что это? Это к леске привязывается. И маленький плавочек. Да, на самом деле здесь хочется ходить, 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 фотографировать. Огромное количество заведений здесь уже закрыто. Но есть и открытые заведения. И даже есть вот такие, вот видите, заведения, где все написано на русском. Вот так вот. Смотрите, как много рыбы здесь. Видно, море прозрачное. И ребятишки ловят просто на хлеб, на обычный этмек. Просто на леску, просто катушка, поплавочек. Очень простая конструкция. И на самом деле так здесь ловят все, и даже взрослые. И вот начинается пляж местный. Люди купаются. Не так много людей, конечно, но все равно купаются. Мы на самом деле пока с купанием сделали паузу. Купаться пока не будем. Хочется пока просто гулять. Смотрите, тоже какое красивое заведение. Но сейчас уже не функционирует. Такой белый мятный цвет. Идеальное сочетание с видом вот так вот на Игеюшку. О, слушайте, ну цвет воды, конечно, вау. Очень надеюсь, что вам камера передаст. И набережная продолжается. Какое же здесь спокойствие. Мы таки идем-идем по набережной, наслаждаемся. Смотрите, выходим на такое красивое место, где такой водоемчик, река впадает в море. Пацаны уже пищат-пищат, что здесь огромное количество рыбы. Так, сейчас посмотрю. А, ну вон, да-да-да, смотрите, какие стаи. Есть водопад. И озеро. Какое-то природное, даже с названием. Не знаю, что это конкретно. Но есть водопад, тоже прикольно. Какие-то птицы. Интересные, да, птичка? Щероченные. О, она даже не боится, смотрите. Полюклюк. Загнутый. Так. О, это чуть другая, да? А, нет, такая же. Обожаю в Турции вот эту историю, что везде, на каждом углу, возле каждых детских площадок есть туалеты. И они совершенно бесплатные. И вы знаете, это не такие туалеты, куда зайти невозможно, потому что ванища. Нет, здесь они чистые, убранные, и в них, ну, так сказать, приятно заходить. Возле детской площадки есть очень интересная инсталляция. Во-первых, вот всякие развивашки. Мне больше понравилась, во-первых, фотосоны, видите, типа космонавт, потом ростомер, и еще перевод турецких слов на английский язык. То есть вот можно взять и поучиться. А также турецкий алфавит, к турк и шарет дили. Надеюсь, правильно прочитал. А вот это вот еще и язык жестов, да? То есть, например, а вот так, б вот так, ц вот так. Вот он турецкий алфавит. А на другой стороне, получается, для тех, кто не видит алфавит, как правильно называются, фигуры по-английски, по-турецки, планеты по-турецки и все. Теперь парни, как настоящие турецкие рыбаки, тоже купили такие же катушки. Тёмик, покажи. Тебе надо подержать его. Мы на обед снова зашли в это же заведение. Уж больно здесь вкусные и огромные порции. Вот это все нам обошлось на 280 лир. Ну, здесь конвертация будет смотреть порциящик. Ромовский просто. Вот это вот, это рейтинг сладкой. История Тёмка очень любит. Все, нам приятного аппетита. Все вкусы? Угу. После обеда мальчишки попросились на набережную побросать, порыбачить. И, собственно, вот и будем сейчас рыбачим. Купили хлеб. Посмотрите, будет вам видно, не будет, как рыбы нападают. Он взял и выкинул здесь хлеб. Мы кормим рыбак, да? Прикольно. Вообще, кстати, удобная штука. Не надо потаскать эту палку в виде удочки, просто катушку в карман бросил и пошел. Мимо шел раз на ужин. Вы мать сегодня кормить рыбой будете на ужин? Конечно. Как нравится папа подстригаться. Сейчас вам покажу, как происходит процесс. Привет. Миропа. Все команды поддержка. Как папу нашел, будет подпекать. Вот так вот, видите, где-то выпуске славян изменился. Ну, на самом деле, неплохо подстригли. Хорошо, хоть покороче, а то они любят оставлять эту копну на голове, а я вообще не люблю. Ага, Настенка там вон с Мирончиком еще. Что, сынок? Круто. Круто? Поехали в Мигрос закупаться на несколько дней продуктами. Часа три, наверное, стояли. 28 лир вышло. Ну, парковки здесь, на самом деле, вообще дешевые. набережная здесь прикольная, видите, без всяких там перилок, без всего. Просто вот такая вот открытая. А вон там какие шикарные горы. Скульптура рыбкам. А, парни с собой не взяли удочки. Его, кстати, здесь в туалет 5 лир стоит. Здесь есть такая серф-доска на пружине. Мы специально проваляем. Еще здесь очень классные качели, вот такие, видите, на пружинках. То есть, например, вот, не нужно ждать, не нужно ждать собеседника, да, товарища, кто с тобой покатается. Можно кататься спокойно одному. Здесь сейчас набережная прям очень уютная. Мне очень нравятся эти лавочки. На бетоне стоят рыбаки. Кто-то купается. Это Маби Биар. Видимо, то, что пляж описание галечный. Здесь рыбачат все. А здесь, кстати, есть парковка. Она, походу, бесплатная. Но я, по крайней мере, не видел чувака, который ходит собирать дань. И здесь стоят турецкие дома. Какая красота. А вид-то какие шикарные. вот у нас есть указатель. Какой-то блю флаг, голубой флаг. Мави Бирак пляж называется. Сейчас туда и пойдем. Посмотрим, что за такой пляж интересный. Какая красивая пальма. И такая прекрасная терраса. А еще вот здесь в даче, представляете, реально другая Турция, она и архитектурно другая. Она такая уже более к Европе, Греции. И еще мы прочитали, что здесь, оказывается, живет 80% греков и 20% турков. Прикиньте! Я пока стоял, работал, в телефоне залип, в итоге Настенка кричит, Мироша хотел там с дядей с кем-то уйти. С кем ты хотел уйти, сынок? А-та-та? С каким-то мужиком. А-а-а, все понятно. Он ему понравился. Ну да, здесь отношение к детям очень доброе, да, сыночек? Да. Я сняла, идет с ним за руку, так брайками, так с родителями, даже не так не ходит, как знакомым человеком. Мама, спасибо. Коли мы остаемся здесь на месяц точно, обязательно пропутешествуем все вот эти вот скалы. Да, все здесь покорим, возможно, доплывем до вот этого острова, который вон там вот в середине. Это остров? Да. Обязательно доедем до Бодрума, потому что он здесь вот находится буквально, мне кажется, мы его даже видим, просто не могу понять пока где он именно, но как я понимаю, что Бодрума это как раз где-то вон те вот дальние скалы. Из дачи ходит паром, не знаю пока тоже сколько по цене, поэтому обязательно прокатимся. Опыта в пароме на машине у нас еще не было, поэтому для нас это будет что-то прям новенькое. Идем, висит, значит, серф доска. Неужели здесь где-то катают? А, ну вот, виндсерф, здесь есть виндсерфинг, вот, пожалуйста, целая база. Виндсерф здесь катают, значит, здесь ветра, значит, испытаем, как говорится, возможно, покатаем. Я тоже покатаю. Я тоже покатаю. Но было бы гораздо прикольнее, если здесь были бы волны для серфинга. Я очень хочу себе в этом сезоне купить доску. В этом сезоне я попробовал, у меня получилось встать на доску, чуть-чуть, прям, чуть-чуть, прям проехаться. И на этом все, потом я устал. Как это было, посмотрите, есть об этом ролик. Обязательно гляньте. Пляжи пустые, поймы, горы, эгеечка. Красота. Здесь, вот видите, первая линия, это прям отели такие малоэтажные. Они не похожи, даже близко не стоят санта-лийскими, сала-лийскими отелями. Там абсолютно другая инфраструктура. Здесь вообще другой стиль. И мне лично вот этот стиль нравится гораздо больше. Он такой, знаете, он такой уютненький, по-домашнему. Так прям здорово-здорово. Вот ты прям находишься действительно в каком-то клевом месте. Я не знаю, я не могу передать словами, какой тут кайф находиться среди этих пальм. Тепло. Вон, Роджин падает куда-то, непонятно. Родик, как дела у тебя, сыночек? Упал? Иди обниму. Здесь, кстати, вот тоже такие прикольные вилы. Ну, они, конечно, очень старые, но, тем не менее, здорово. У тебя есть такой совсем небольшой участок. В нашем случае у нас, конечно, побольше гораздо участок, в разы 4-6, наверное, вот так вот. Но, в целом, все равно неплохо, у тебя прям рядом море. А мы все-таки в одной же горы и живем. А напротив этих стареньких вилл построили новые виллы. Там еще ремонт только идет, мне кажется, здесь все продается. Вот снизу, например, даже есть уже кухня установленная. Прикольно, надо ценники посмотреть, что здесь по ценам. Ну, они тоже прикольные, классные, очень стилевые, двухэтажные. Мне прям нравится. Вот у нас, например, одноэтажные русским видом. Да, нам налево. Оу, нам налево в горку. А пока мы идем гуляем, у нас дело к закату, вот-вот солнышко упадет за гору и приходит вот это вот классное сообщение. Пришел экран завтра утром. Завтра утром поедем ремонтироваться. Вот смотрите, еще какие виллы. У них уже живут. Прикольно, много чего, тоже продается. Вон таблички сателик. И какие красоты. На самом деле, дача, это прям такой город, город вилл. И это прикольно. Мне, например, эта архитектура очень сильно прям нравится. Беленькие постройки, красная. Такие кирпичные, коричневоватые какие-то крыши в окружении горы, моря. Зашли на перекус в такое заведение. Взяли здесь местную выпечку. немножко перекусим. Здесь еще есть такой мини-парк, картинная галерея. Видимо, всех объектов, которые существуют здесь, как я понимаю. И все это вот с таким вот шикарным видом. Видите, круговая панорама гор и крутой архитектуры. Цветная улица. Ричка. Да? Прикольно как. Трык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, и тебе сейчас дадут, сынок, дадут. Вот такой видеоролик у нас с вами получился. Если не поставили лайк в самом начале, обязательно ставьте. Комментарии открыты, пишите свои вопросы. Постараемся на все ответить. Ну, а мы с вами будем прощаться, идти отдыхать. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...